приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы если вы следите за нашим вторым каналом о путешествиях то наверное обратили внимание что мы недавно были в Яремче но а собственно говоря Яремча это центр украинского так называемого региона Гуцульщина ну что такое Гуцульщина для друзей не из Украины для друзей из России из других стран расскажу есть в Украине такие прекрасные горы Карпаты и в них живет удивительный народ Гуцулы это отдельная история на самом деле смешного ничего в обеду обычные горные жители они варят сыр живут на полонынах это такие поля высоко в горах и вот в этом регионе Гуцульщина очень специфическая кухня несколько очень классных блюд мы привезли из нашей поездки и хотим друзья с вами поделиться первое блюдо которым хотим поделиться это печенье по Гуцульски печенье это жаркое но будем называть жаркое по Гуцульски потому что не все понимают вот это вот слово печенье поэтому но в классике называется печенье по Гуцульски у нас будет жаркое по Гуцульски еще одно небольшое отступление жаркое по Гуцульски готовится с белыми грибами мы взяли польские грибы, потому что белые грибы достаточно дорогие, да и не сезон уже готовятся вот в таких вот порционных горшочках, эти горшочки я уверен, есть практически у каждой хозяйки, если нет горшочков можно приготовить ну и в маленькой кастрюльке в казаночке, в сотейнике то есть вариантов горшочек, в общем, это не панацея это больше дань традициям и так, друзья ну как бы суть суть жаркова по-гуцульски оно делается не с картошкой как мы привыкли ну привыкли к обычному жаркое, да а делается с драныками вот такой вот интересный момент и очень много грибного соуса то есть эти драныки вместе с мясом они купаются в грибной подливке в общем, мы сейчас вам расскажем, что понадобится а вначале я расскажу о ингредиентах значит, для драныков собственно говоря, нам понадобится 4 картошки и яйцо ну масло, безусловно, понадобится для жарки 250 мы делаем 2 горшочка вот таких вот по объему 300 а, 300 грамм мяса я извиняюсь, друзья Лариса мне подсказывает 300 грамм мяса 2 луковицы и грибов, напомни, сколько мы взяли 200-250 250 грамм грибов стакан сметаны столовая ложка муки и пол стакана воды соль и перец будем добавлять по вкусу итак, друзья, сейчас мы приступим к приготовлению вот такого вот замечательного блюда да, друзья озаботились энтимологией слова печенья так вот это слово происходит от слова печь то есть, вот оно печется поэтому печенья правильно? печенья печенья вот, я извиняюсь печенья Лариса Лариса хорошо выговаривает я выговариваю плохо не важно, друзья перейдем к приготовлению в первую очередь приготовим приготовим картошку для того, чтобы сделать поддерунчики а, комбайн иногда стоит включать в розетку от нашего хорошего настроения он работать не хочет надо нам потереть картошечку ну и так в розетку с розеткой он тоже работать не хочет все хочет? перетерли картошечку и так же перетрем туда же лучок достанем потертую картошечку с лучком вот Лариса утверждает что картошка с луком она уже не потемнеет то есть, можно не не спешить сразу же жарить дерунчики а ставить и подготовить остальные ингредиенты ну мы сразу сделаем полностью заготовку для жарки то есть, нам еще нужно посолить поперчить добавить яйцо чтобы уже полностью было все готово вбиваем нашу картошечку яичко перец и соль друзья, по вкусу мы любим перченое но не очень соленое поэтому перца добавляем от души а соль Лариса по своей привычке добавляет скрытой щепоткой поэтому ну солить я думаю где-то одна четвертая одна четвертая чайной ложечки но опять же таки будьте внимательны чтобы не пересолить тщательно тщательно перемешаем нашу заготовку для дерунов или для драныков и отставим ее в сторону пока подготовим лук для зажарки таким образом нарезаем вторую вторую головочку извиняюсь вторую луковичку приготовление жиркового по гуцульски состоит из трех основных этапов первым этапом подготовим маленькие дерунчики или драныки разогреем сковородку сковородочку я разогрела наливаю масло картошечку мы подготовили достаем ложечкой порционно вот таким вот образом чтобы у нас получились не большие деруны а маленькие дерунчики вот так вот ложечки выкладываем можно еще чуть меньше даже обжариваем с одной стороны до золотистой корочки и перевернем на другую сторону их надо вот как первое чуть позажаристей чтобы они были то есть там нужны такие не не light дерунчики а хорошо зажаренные чтобы они у нас потом когда мы будем готовить уже жиркое в духовке чтобы они у нас не разлезлись а остались именно в форме вот таких вот маленьких дерунчиков поэтому обжариваем их хорошенько с двух сторон до такой до хорошей золотистой корочки вот таким вот образом друзья где-то минуты 3 занимает обжаривание до хорошей золотистой корочки обжариваем все дерунчики то есть вот таких вот маленьких дерунчиков на один горшочек нам надо где-то 25 штучек мы пожарим все остальные и перейдем к следующему этапу нажарили мы вот такую вот кучу маленьких дерунчиков Кстати, очень вкусно. Я уже попробовал. Лариса вообще потрясающие дерунчики делает. Кстати, у нас на канале есть видео про вкусные деруны, которые именно светлые, не темнеют. Мне очень нравится. Теперь, друзья, надо пожарить грибочки. Как я уже говорил, идеально использовать белые грибочки, но за неимением белых мы используем польские грибы. Они очень похожи. Были у нас замороженные в холодильнике. Наливаем на сковородочку масло. Грибочки мы порезали вот такими вот кусочками, где-то по 2 см. И обжариваем их. Где-то в середине процесса жарки, пока грибочки еще не начали зажариваться, не начали покрываться золотистой корочкой, их надо посолить и поперчить. Опять же таки делаем это по вкусу. Лариса своей скрытой щепоткой и много-много черного перца. И продолжаем обжаривать грибочки. То есть обжариваем до золотистой корочки, пока на них будет уже такая зажаристая корочка. Мы сейчас покажем вам, друзья. Грибочки обжарились до золотистой корочки. Видите, они такие красивые стали. И добавим половинку лука. Вторая половина пойдет у нас для мяса. Обжарим лук, чтобы он тоже стал немножко золотистым. Лучок с грибочками обжарился. Выкладываем его на тарелочку и отставляем в сторону. Займемся мясом, друзья. Мясо мы порезали на порционные кусочки. Опять-таки добавляем растительного масла на сковородку и начинаем обжаривать мясо. Переворачиваем наше мясо на сковородке, чтобы оно равномерно обжарилось со всех сторон. И обжариваем тоже до золотистой корочки. Да, посолим его, опять же-таки солим по вкусу. И добавляем черный перец по желанию. Обжарили мясо. Такое оно стало тоже, получило золотистую корочку. Добавляем вторую часть лука. И еще немножко обжариваем лучок. Обжарили лучок. Теперь уменьшим огонь до самого минимума. И накроем крышечкой. Дадим мясу протушиться в течение 10 минут. Свининка протушилась, друзья. Переложим ее на тарелочку. И тоже отставим в сторонку. Такое красивое у нас мяско получилось. С корочкой просто супер. Перейдем к последнему этапу. Ну, вернее, не последнему этапу. К приготовлению последнего ингредиента. Это грибной соус. Ну, не грибной, сметанный соус. Я прошу прощения. Грибным он станет потом в процессе готов. Для приготовления соуса разогрели сковородку. И без масла высыпаем муку. Обжариваем на сковородке без масла муку до коричневого цвета. Это немножко... Бежевого. Ну, бежевого, да. Сейчас покажем. Это немножко загустит наш соус. И придаст ему приятный цвет. Ну, вот такой, как он должен быть, собственно говоря, в нашем блюде. Обжарили муку, друзья. Она стала такого светло-бежевого цвета. Обжаривали где-то 4-5 минут. И теперь добавим сметану. Надо перемешать, чтобы получить однородную массу. Чтобы у нас не было в соусе потом никаких комочков. Добавляем остальную сметану. И тщательно все перемешиваем. Если где-то есть какие-то комочки муки, то разминаем наш соус. Водичку. Еще раз перемешаем. И, собственно говоря, соус для жаркова по-гуцульски готов. Еще нет. Да, действительно, опять-таки, посолить, друзья. И поперчить. Солим по вкусу. Ну, и перчим, соответственно, тоже. Можно добавить не только черный перец. Можно добавить и красный. И теперь тщательно перемешиваем. И переходим к завершающей статье. Наполним горшочки слоями наших ингредиентов. Ложим слой драночков. Расправляем автоматику. Слой грибочков. И слой мяса. И слой мяса. Теперь повторяем эту процедуру по второму кругу. В это время, друзья, мы включили духовой шкаф на разогрев. И разогреть нам надо духовку до температуры 220 градусов. Опять слой драночков. Слой грибочков. И слой мяса. Не наполняем полностью, потому что будет наше печенье кипеть, чтобы оно не лилось через лет. То есть мы немножко... Ну да, горшочек на две трети где-то надо наполнить. То есть полностью его заливать не надо. Засыпать, вернее. И теперь выливаем в горшочек половинку нашего соуса. Сейчас точно так же наполним второй. Ну да, ингредиенты можно примять внутри горшочка. То есть мяско может немножко выступать из соуса. Но желательно, чтобы все было более-менее покрыто. Горшочки заполнены, друзья. Накрываем их крышечками. И отправляем в духовку. Духовка разогрета до температуры 220 градусов. Помещаем туда горшочки. На 30 минут. И через 30 минут, друзья, достанем и посмотрим, что у нас получится. Но, уверяю вас, получится очень-очень вкусно. Через полчаса достанем наше жаркое из духовки. Ну и, собственно говоря, оно готово уже. Дадим ему остыть и будем пробовать, друзья. Вот такая красота, друзья, у нас получилась. И сейчас отведаем. Ну что, друзья, попробуем гуцульское жаркое. Оно с такой вкусной подливкой у нас. Первое. Грибочки. Грибочки вкусные, полностью приготовились. Но, конечно, с белыми вкуснее. Тут вариантов нет. Драночки. Вот такие вот маленькие дерунчики. Просто тают во рту. Замечательно. Съем еще один. Простите меня. И, наконец, свининка. Мясо. Отлично. Просто отлично. Мясо получилось очень нежное. За счет того, что мы его хорошо обжарили с лучком. Такой ярко выраженный вкус свиной зажарки. Ну, в общем, жаркое получилось. Или печенье. Правильно? Печенье. Печенье. Не могу выговорить это слово, друзья. Простите. В общем, жаркое по-гутсульски получилось просто отменное. Великолепное. Поэтому, надеюсь, у вас получится. Пробуйте его приготовить. Действительно замечательное блюдо. Такое, можно ли, лирическое отступление, пропитанное духом карпатских вершин. Я всегда, когда мы делаем это жаркое, вспоминаю Ерем, Чуварох. Тут такие карпатские городки маленькие, заснеженные, красивые. Какой-то вот такой вот дух праздника присутствует в этом. Мы часто в Карпатах Новый год просто встречаем. Так вот, друзья, очень рекомендую. Попробуйте. Очень вкусное и праздничное, и повседневное блюдо. Но, по крайней мере, мне очень нравится. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы отвечаем на все комментарии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми увидеть самые интересные видео, друзья. Ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!